так когда вы просите меня что-то там спрогнозировать предсказать я этим не занимаюсь прогнозами там какой-то я не аналитик я лишь пытаюсь показать какие-то положительные моменты которые придадут людям оптимизм спрогнозировать российскую украинскую войну ну по-моему я не помню же лет 150 назад ты говорил любой гениальный стратегический план прорыва россиян русских упрется в их непроходимую тупость что-то в этом ключе это конечно близко к тексту пытался мысли передать невозможно совершенно когда-то там что то есть ну очевидно что не надо было захватывать крым четырнадцатом году ну это же ну просто аннексировать можно было обернуться на историю понять что последний раз аннексия территории в европе проводилась гитлером и привела к тому что третий рейх почему в базе то есть и как бы я в каком 14-15 году третий рейх после аннексии судят просуществовал семь лет и российская федерация после аннексии крыма просуществует не намного дольше это уже я написал это было понятно еще девять лет назад 10 лет назад то есть россия сейчас явно семи мильными шагами туда идет когда это будет ну понимаете тут то что это произойдет это можно сказать однозначно это хороший пример в раковину шарик вы кидаете он будет какое-то время катится очень по-разному он может сразу в этот сливной бачок упасть в колено сливное а может кататься там еще по периметру раковина бог знает сколько от многих зависит факторов чем сталкивается этот шарик в этой раковины какие наклон стенок у этой раковины и так далее так что тоже российской федерации точно кирдык это у меня вопросом не вызывает когда это будет спрогнозировать совершенно невозможно ну я надеюсь там я показываю те факторы которые дают нам основания думаешь это уже произойдет там где в 2024 в этом году хотя более вероятно что в 2025 году но опять же это игра с вероятностями игра с вероятностями а так ну невозможно просчитать то есть играют это как у стругацких было по-моему брат обреченный когда играл он там за стратегом и якобы со сталином я так понимаю как не и не мог понять а что он так жертвует свои фигуры там ну там на пешку меняет слона своего офицера в недоумении полном и там так как это были живые люди там этот офицер в шоке там последние секунды своей жизни которого приносят жертву непонятно за что а сталин улыбается и радуется это там этому герою становится понятно что это для тебя выглядит что жертвуют такой значимой фигуры а для человека для сталина там это выглядит как он уничтожил своего конкурента который заглядишь дойдет до конца до эскист превратится там ферзя а кроме того там еще и песку пешку чужую сожрал так что двойной выигрыш и поэтому как бы ну кто мог никто не рассчитывает план войны рассчитывал на то что против тебя будут идти местные штурмы ну это 21 век и когда берется 30 тысячный поселок у населения бахмут да и на его захват тратится одних только вагнеров 20 тысяч трупаками ну это это невозможно прочитать так не бывает это не никакие цели не стоят таких жертв то есть это единственное что приходит в голову там не знаю стратегам тактикам там военным да и просто там цивильному человеку такому там как я кто мобилизовали никто не рассчитывает на то что на тебя будут идти цепи людей которые там просто труппаками один на другого будут ложиться и не обращать на это внимание сложно я я только что читал независимая газета независимая газета там лукины 2 и историка профессора доктора там я не пишет конфликт украине закончится россия пойдет своим путем дальше что они как повод для того что все возродится до в прежних прежнем русле говорят но украина будет дальше они говорят долбить запад зато там пенять за то что они там не просчитали не уделяя должного внимания этому конфликту там и жертвам которые украина понесла и вот здесь для нас ну типа для россии появится окно возможности мы сможем западу сказать а вас не достала ли вот эта украина там давайте-ка мы с вами там сблизимся на этом фоне лишний раз им там типа шпыньку ставим это профессора господи ты боже мой страна российская федерация тут невозможно просчитать ну у россии было все на момент от 13 года до аннексии крыма да то есть они там проводят какие-то невероятные олимпиады по шикарности они там получают от запада загнивающего 3 триллиона по моему 5 триллионов долларов я не помню сколько там за нефтяные нефтяные энергоносители они свои получали ну совершенно как манна небесная золотой дождь из называйте как хотите их просто завалило бабками не могли жить там как в эмиратах каждый они уходили в g8 до большая восьмерка то есть если тебе да нет я там я с по своим родственникам русским знаю россиянам что для них там материальное благополучие не всегда самое главное как говорил мой дядька опять же да он х и закончил наш харьковский авиационный институт это не бомж какой-то блин это человек который там на вертолетном заводе у ростов работал начальником он аритяха я вы готов не доедать не насыпать на чтобы моя страна была великая и он в 90-е не доедал не досыпал да потому что там ну и такого положения было но даже если вы исходите из того что россии хотелось величия но вы были уже в g8 вас там на 9 мая приезжали всякие меркель там всякие президенты американские сейчас вы на 9 мая кто там у вас был одни бывшие страны советского союза и какие-то эритреи сейчас на петербургские международные в кавычках наверно добрать экономические фозы боливия приехала да и зимбабве это два президента с кем встретился на полях международного экономического форума путин но это же по моему стыдобища такая что то есть в чем смысл то есть что захотела стать царицей морской у или как в сказке этого пушкина то есть все же было украина большей части украина была не так там пишут что там угроза от украины было мы были не блоковой страной в конституции закреплено было шимове блока мы большинство не хотела в нато я лично не хотел у нато и в россии евросоюз тогда не хотел мы отменили призыв в армию мы продлили контракт на пребывание черноморского флота в крыму там до сорок седьмого по моему года отдали ядерное вооружение российской федерации третий свой запас то есть что надо на армию на силовиков тратили полтора 1 1 миллиард 800 миллионов долларов в год на всех силовиков сейчас нам только америка 1 61 миллиард до конца года дала то есть это то ли компли я кстати в четырнадцатом году написал вот я у себя там на сайте смотрю же комплекс гирострада по моему путина он хочет ухринячить единолично целую такую огромную страну крупнейшую страну мира но потому что я там кстати пишу еще не было даже иловайского котла то есть еще я говорю что я честно говоря на месте после крыма я на месте путина уже и дальше шоу войсками в украину потому как зарела хата горе и сарай уже назад дороги нет вот через десять лет через восемь лет так и произошло я почему и думаю что он ядерка воспользуется и упадет потому как зарела хата горе и сарай непонятно что его может отменить от применение ядерки отговорить или почему нет все равно уже кранты ну серьезно то есть вот эти расчеты за то что в господи 69 года 69 года советский союз газ в обмен на трубы с немцами договаривались там какие-то граммы к я читал нам какие там всякие мидовцы записки свои я читал эти мидовские записки о том что сейчас вот у нас там китай начинает после после того как китайцы доманский остров захватили до россияне все прибывают в заблуждении что да да доманском острове получила советский союз выиграл нет китайцы дали тренды советскому союзу и остров доманский остался фактически тогда за китайцами а после 90-х годов 90-го года 91 уже юридически перешел подулась китая вот на фоне этого что нам надо пишут эти мидовцы что нам надо взаимоотношения с западом улучшать потому что у нас тут там опасность этого китая поднимающегося возникает и вот это вот получается что это у нас 70 20 75 лет 55 лет 55 лет все работали на то чтобы получать деньги от запада и сейчас просто за пару лет этот вялый гном ухренячил работу трех поколений будем говорить советского союза потом россиян который позволял получать но действительно баснословные бараши не зашло за дырку в земле из которой шел газ ну это эпично сейчас газпром убыток показал 7 миллиардов рублей ну там по 7 миллиардов долларов под 7 миллиардов долларов за год это эпично и говорят что будет триллион но смысле в рублях триллион будет убыток на следующий год ну невозможно такое просчитать понимаете то есть как бы ты не думаешь и человек может взять его так он подкуплен или или там когорта его это подкуплю ставить шойгу на бистер обороны потом ставить белоусова на бистера обороны экономисты но вы друзья как не садитесь нет никаких прогнозов достоверных конечно сделать нельзя потому что это броуновское движение этот человек в комнате с мягкими стенами бегает из угла в угол бьется головой об стену минутам зазор между полушариями выпадать какие-то мысли он лихорадочно за них хватается пытается что там где-то теракт организовать в европе пытается там хамас этот взбодрить отвлеклись мировое сообщество чтобы отвлеклось на израиль сейчас я не знаю что он сейчас еще бреди это беларусь попытается гальванизировать труп белорусской народной республики посмотрим хотелось бы конечно дожить до конца этого всего представления но ребята если вы думаете как эти братья профессора что вы просто сейчас так замеритесь вы устроили россияне самую крупную войну в европе после гитлера и никаких шансов остаться вам составе российской федерации нынешнего состава будем до 13 года которая была у вас нет да подождем если путин будет еще долго у власти ну там год-два то крах случится быстрее это ровно та же самая ситуация когда в сорок четвертом году англичане начали задумываться над тем чтобы ликвидировать гитлера а потом свернули эту операцию потому что решили нет не надо и сейчас если убрать гитлера то придет на его место какой-нибудь вменяемый там допустим генерал немецкий начнет замеряться там с америкой начнет замеряться там с россией она нам нафиг не надо нам надо чтобы нацистская германия была стерта до основания вот по моему сейчас ровно та же ситуация с путиным то есть всего команды будем говорить его сейчас к сожалению для нас украинцев конечно нам понятно хотелось бы чтобы он быстрее блин ушел вместе с ним все это закончилось но в стратегическом таком смысле чем дольше сейчас будет при путин пребывать в власти чем больше он и так будет иконы в пятнадцатом году написал афоризм россия будет первой страной в мире которую села моль но моль как кличка путина когда башня ну то есть чем дольше он будет остаться при власти тем больше он завонит на дно сегодня день россии дно россии как там на дне россии россии а я 12 12 июня 2014 года ровно 10 лет назад я сказал написал себя тоже на сайте россияне говорю вам как украинец не на тех напали ну в общем посмотрим ребятки то есть понятно что хотелось бы чтоб сейчас там в россии серебряная пуля это табакерка опять же мой афоризм один из свеженьких но к сожалению надо нам постараться чтобы он сейчас никто не грохнул не надо на это рассчитывать чтобы он побольше был чтобы он укатал в асфальт эту свою же не до империи без шансов возрождения сейчас придут если какие-то на его место я не знаю там вменяемые явлинский или еще что-нибудь такое это болото может продолжаться еще десятилетиями накапливать вооружение потом заново на нас и пацаната чтобы это уже у какашилась окончательно так что не так много осталось чтобы украина